Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. На исходе первая декада января и сейчас я только что показывала вам, что я начала отбор томатов. Выстраиваю их по срокам вегетации для первых посевов, для средних и для последних. Вот это я показала сорта томатов, сортирую, которые мне совсем неизвестны, которые я выписала просто в фирме Семена Почтой. И поэтому я выбираю их просто по описаниям сзади на пачке. Выбрала сорта, которые у меня будут претенденты на первую очередь посев. Я рассказывала, как ссылку к видео я вот сюда выложу в описании к этому видео. Теперь какие же сорта остались у меня на последнюю очередь. Это были на первую, вот эти все остались на последнюю очередь. То есть мы не сеем их ни в феврале, ни в начале марта. Они будут лежать у нас и ждать в свою очередь, ну в самую последнюю очередь. Какие у них характеристики? Ну ясно, что здесь у меня все томаты, которые ранние, скороспелые или ультраскороспелые, у которых 70, 80, 90 дней, которые высевать рано нельзя, потому что они перерастут. Вы понимаете, что если их посеять в феврале вместе с этими, с крупноплодными, март, апрель, май будет уже 90 дней, им уже нужно будет плодоносить. Вот такие, как, например, земляк. Видите, все они невысокие. 70 сантиметров, написан ранний сорт. Например, какие тут еще? Вот совсем новые, которые я совсем не знаю. Какая-то пелагея. Среднеранний, низкорослый, крупный, мясистый. Растение, детерминатная высота, 80 сантиметров. Потом тоже ранний спелый сорт. Видите, всего 85 дней. Это золотое руно. Если сравнить с теми, которые я выбрала, ну вот как более такие, с более продолжительным периодом, сейчас для образца возьму, где указан. Видите, у этих написано 110-120 дней. Есть же разница 120 дней или 85 дней. Это очень большая разница. Разница в целый месяц, даже больше. Поэтому в самую последнюю очередь у меня остались ранние 83. Потом момент, на котором написано ультраранний, низкорослый. Тоже 89 дней всего. Потом сибирский скороспелый. Это известный тоже ранний плод. Сладкое чудо. Так, нет, это среднеспелый попал сюда. Извиняюсь. Вот раннеспелый. Царская ветка. Но эти все новые. Я их просто, как сказать, отобрала. Ну вот по описанию, по описанию производителей. Потом буду смотреть. Вот ультраскороспелый. Это все у меня в последнюю очередь. Сейчас я покажу все эти томаты обычные, которые я оставляю в последнюю очередь. Их можно выращивать на грядках-ленивках. Вот я нашла тетрадь. Это не прошлый год, а даже позапрошлый год. С этим, с описанием грядки-ленивки. И вот мы как раз здесь видим, какие у меня были сорта здесь высажены. Тот же самый вот сибирский скороспелый. Снегири. Ляна. Ракета. Полярник. Загадка. Подснежник. Потом белый налив. Взрыв. Король ранних. Щелковский скороспелый. Грибовский. Грунтовой. Ильгинка. Все они у меня были высажены просто вот так вот рядами. Один ряд, второй ряд, третий ряд. И я их не пасынковала, не подвязывала. Ничего с ними не делала. Потому что большинство этих сортов, которые я оставляю на последнюю очередь, это беспроблемные томаты, которые можно попозже посеять. Можно поменьше за ним. Меньше они требуют ухода. Вот эти вот все сорта, но это черри попались просто про черри, я ничего не скажу этого, не знаю. Не смотрела еще описание. А вот все остальные, у которых 70 дней, 80 дней, 85 дней, мы их оставляем все на последнюю очередь. Они у нас меньше всего хлопот нам доставляют. Легче всего выращивать рассаду, когда мы их сеем уже солнце. Можно без подсветки, без дополнительных ламп посеять. И еще у них такая есть особенность. Их можно выращивать не обязательно в 60 дней. Можно в 55. И некоторые в 50 дней срок рассады мы их высаживаем. Они компактные, маленькие, они очень быстро формируют кустик и очень быстро у них завязываются плоды. Иногда посеяв их в последнюю очередь, с них же мы получаем первые плоды. Но летом посмотрим.